Возвращаемся к матчу Новурджоковича Симона Полилили при счете 0-5 в первой партии. Итальянец на ваших экранах будет подавать, но и будет стремиться, можно в этом усмеваться, выиграть этот гейм и даже не столько как гейм престижа, а для того, чтобы проиграв первую партию, второй сет начинать со своей подачи. 0-15 Ну что ж, если так будет продолжать играть этот гейм на своей подаче Болилили, то дело придет к тому, что баранку получит итальянец. 0-30 2 очка Достаточно выиграть Новуку Джоковичу, чтобы закончить сет с баранкой, причем выиграть первую партию у Болилили со счетом 6-0 15-30 15-30 Здорово! Здорово! Здорово атакует Болилили, не успевает выполнить любимый удар Джокович, неожиданно переводя с бэкхинда вдоль коридорной линии, простреливая линию по 30-ти. Ошибается Джокович. 40-30 Выигрывает гейм Болилили. Для того, чтобы только сравнять счет в этом сете, Болилили необходимо выиграть 4 гейма подряд, сделав два брейка. Я не думаю, чтобы это было ему под силу. Болилили. Болили. 30-0. 30-0. 30-0. Попал в линию. Смотрите, как здорово сейчас атаковал Джокович. Перекрученный удар справа достигает цели. Видите, какое сильное вращение придает мячу Джокович. Мяч был короткий, низко отскочивший. Именно таким образом, выполняя этот технический прием, можно было добиться успеха. Тройной сетбол у Джоковича. Выигрывает необходимое очко. Последний гейм в первой партии. Со счетом 6-1. Джокович выигрывает сет и выходит вперед. 6-1 в первом сете. Ну, Джокович там 5-0 ввел. И никаких, в общем-то, шансов особых у итальянца не было. Сейчас 5-2 во втором сете. Кто сейчас будет подавать? Джокович будет подавать. Да, 5-2. И подача Джоковича. Мы очень вовремя с вами подключились к этому важному, интересному процессу, моменту, решающему моменту второго сета. 20 лет Новику Джоковичу. В этом возрасте он уже по итогам прошлого года третья ракетка мира. За Федерером и Надалем. И впереди Николая Довыденко. И впереди у нас в феврале месяце матч Кубка Дэвиса. Первый круг на дебютантов высшей лиги или мировой группы. По-теннисному мировая группа называется. Лучшие 16 команд, которые оспаривают серебряную салатницу. Мировая группа. Вот сербскую команду возглавляет вот этот самый молодой и уже титулованный теннисист. Вроде попал итальянец, да? В первом круге Джокович, ну, приблизительно в таком же стиле, как и сегодняшний матч, не оставил серьезных надежд Бенджамину Беккеру. 6-0-6-2, первые сеты, а второй 7-6. По 15. У Джоковича 15-30. Тревожный момент. Сербский теннисист. Сейчас я вам скажу, первые два года, раз, два, три. Это четвертое его выступление, а первые два года, он вообще выступал как в основной сетке, ему было 18 лет. Тогда он в первых кругах проигрывал. А вот в прошлом году дошел до 1-16. Четвертый круг турнира Большого Шлема, это уже идет в колоссальный плюс. И по очкам, я вам скажу, и по значимости, и по престижу. Ну и проиграл. Проиграл он только лишь Федереру. По 30. А потом, вы знаете, все-таки четвертый круг, и ты ощущаешь себя среди этой элиты, суперэлиты. Не, далеко не последним человеком, дает определенный психологический еще настрой. Сейчас ошибка итальянского теннисиста Джокович 40-30 сетбол. Сетбол у Джоковича. А вот это вот психологическое ощущение и состояние. Ну ты, в общем-то, в обстановке находишься, и в раздевалке с ними общаешься, и за пределами корта. В общем-то, ты не какой-то там новичок, или теннисист из квалификации, а нормальный, среди равных. Вот это все, на мой взгляд, в прошлом году повлияло, что... Джокович прошел до полуфинала на Ролан Горосу, и он был Дони. И был финалистом. Финалистом US Open. 5-2 Джокович ведет. И, похоже, это третий сет. Вот тут мы сейчас с вами и задержимся на некоторое время. Думаю, что на целый гейм. Ну да. Кое-что уже особого сопротивления при таком счете. И при таком раскладе уже со стороны. Симона Болели не ощущается. Февтен. КОНЕЦ. 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 Войну делает Джокович. Это, наверное, не так будет обидно. Потому что все-таки преимущество колоссальное. Его только нужно закрепить. Его нужно вот удачным розыгрышем определить. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok